Доброе утро, уважаемые радиослушатели, Формула права в эфире. Сегодня мы обсуждаем тему недействительность сделок. И сразу скажу, что у меня в гостях моя коллега Елена Менделеева, адвокат адвокатской конторы номер 13, Московской городской коллегии адвокатов. Доброе утро, Елена. Доброе утро, Анастасия. Итак, недействительность сделки, и не только ни одной сделки, а мы взяли сегодня достаточно широко эту тему, потому что, по-хорошему, сам вопрос недействительности, хотя вроде бы подробно описан в Гражданском кодексе, начиная со 160 на память 6 статьи и далее, и основания недействительности сделки, каким образом могут быть они оспорены, каких видов они бывают, эти сделки, в каких случаях, кто это может сделать и каким последствиям приведет. Вроде бы это все, конечно, у нас в кодексе существует. Но следует отметить, что не только эта часть гражданского законодательства регулирует сам факт недействительности сделки, и не только к какому-либо договору это относится. Вот, в частности, сразу хочу озвучить, что и к завещаниям тоже могут относиться положения по недействительности сделок. Мы не будем сейчас вникать в вопросы, наверное, теории, считать ли завещание сделкой или не считать, есть и такие точки зрения. Но сам факт, кодекс и закон прямо говорят о том, что и завещание можно по основаниям недействительности сделок тоже в ряде случаев оспорить, если такие основания действительно имеют место быть вот в какой-то конкретной ситуации. Лен, а у меня вопрос такой. Вот по недействительности сделок я знаю, что у тебя много практики и много таких споров, ты принимаешь в них участие. Вот какие основные, наверное, какие-то моменты или что чаще всего встречается в твоей личной практике вот в плане недействительности сделки? Ну, раз уж мы затронули вопрос о завещаниях, может быть, мы и продолжим сейчас о них. Моя точка зрения, что, безусловно, завещание – это сделка, односторонняя сделка, когда человек по своей воле распоряжается тем имуществом, которое ему будет принадлежать ко дню смерти. И во всех странах, в общем-то, воля наследодателя, воля завещателя, она священна, однако, безусловно, и у нас в стране законодательство предусматривает моменты, по которым данное завещание может быть оспорено. Ну, таких оснований в действительности очень много, все они, как ты справедливо заметила, перечислены в Гражданском кодексе. Ну, чаще всего, потому что есть заоблачные какие-то вещи. Да, я думаю, не стоит говорить обо всех, потому что есть действительно малоприменимые и фактически недоказуемые основания. Но самыми широко распространенными в практике, безусловно, является оспаривание завещаний по основаниям 177-й статьи Гражданского кодекса. Ну, для наших слушателей поясню. Это когда истец утверждает, что составитель завещания, завещатель, наследодатель, он же в момент совершения завещания не понимал смысла и значения своих действий. Но здесь надо сказать, прежде всего, что речь идет не о тех людях, которые были признаны в установленном законном порядке недееспособными или ограничены дееспособными, а речь идет о совершенно нормальных, адекватных, с точки зрения законодательства, людях, которые никак не ограничены в своих правомочиях. И более того, я хочу сразу добавить, для слушателей речь идет о людях, которые уже умерли. То есть нам посмертно нужно установить, в конкретный день человек в каком состоянии находился. Понимал ли он значение своих действий, руководил ли ими, когда писал какое-либо завещание? Да, безусловно. Это очень справедливое замечание, что речь идет о конкретном дне. То есть именно, как я уже говорила, в момент подписания завещания. Что здесь чаще всего встречается на практике? Ну, как я уже сказала, это самое, конечно, распространенное основание о спаривании именно завещаний. И на практике, как правило, истец пытается доказать, что завещатель не понимал смысла значения своих действий по состоянию здоровья. Речь идет или о специфических, как правило, старческих недугах, которые позволяют сомневаться в адекватности восприятия и волеизъявлений завещателям своей воли, или же в отношении людей абсолютно разных возрастов о применении каких-то медицинских препаратов, медицинских методик, которые также могут повлиять на волеизъявления стороны. Ну, что к этому относится? Как правило, это применение каких-то наркотических содержащих препаратов, обезболивающих препаратов, в частности, вот в онкологии. Все это позволяет ИСЦУ ставить вопрос об оспаривании завещания. Безусловно, все эти дела решаются исключительно с назначением экспертизы. Ну, для нас того и не секрет, что, хотя с точки зрения Гражданского процессуального кодекса экспертиза является ровно таким же доказательством, как и все остальные, да, но, увы, на практике, безусловно, заключение экспертизы для суда имеет, конечно, решающее значение, потому что оценить, в каком состоянии находился завещатель на момент составления завещания, да, 10-20, в общем-то, да и даже год назад крайне сложно. Экспертиза эта посмертная, проводится она по медицинским документам, но все равно, конечно, допрашиваются свидетели, их показания также эксперты изучают, и составляется такое заключение по посмертной экспертизе. Вот, Лен, на секунду перебью тебя, просто такой момент хотел сказать и нашим слушателям и обсудить, в принципе. Вот все то, что ты сейчас рассказала, оно действительно справедливо по отношению к тем людям, которые, возможно, и имели какие-то даже психиатрические заболевания, но, тем не менее, не состояли на учете в ПНД, никто их не признал недееспособными в суде, и если и в отделе их куда-то лечится, то анонимно. Может такая ситуация быть, особенно в случае, если человек намеренно ведет другого человека к написанию завещания, но, очевидно, не хочет, чтобы потом были найдены эти медицинские документы, и установлена его неспособность руководить своим действием, понимать их значение в тот момент, когда оформлялось это завещание. Но самый главный факт, что такая экспертиза проводится только тогда, когда человек, во многих случаях, не скажу только, во многих случаях, тогда, когда человек, возможно, и не обладает огромным количеством медицинских документов, которые могут подтвердить или не подтвердить этот факт. Вот если вдруг в семье, что я хотела именно как раз подчеркнуть, если вдруг в семье есть ситуация, при которой есть человек с имуществом, с другой стороны, захожу сейчас, да, Лин, живой, слава богу, дай бог здоровья, человек, которому принадлежит имущество какое-то ценное, для того, чтобы не оказаться потом в ситуации, когда вдруг найдется какое-то завещание, которое еще неизвестно, удастся оспорить или не удастся, достаточно ли будет медицинских документов, показаний свидетелей, недостаточно для экспертов, чтобы такой вывод сделать. Для того, чтобы вообще не сталкиваться с этой ситуацией, во-первых, нужно обращаться к соответствующим специалистам, чтобы они ставили диагнозы те, которые есть реально у этого человека, и если вдруг этот человек действительно не может сознавать значение своих действий или руководить ими, то, возможно, этот вопрос стоит при жизни близким родственникам поставить в суде, ну, кто это могут быть, супруг и дети, фактически, ну, в какой-то ситуации родители. Да, но в любом случае поставить в суде, потому что если будет решение суда о признании человека неидееспособным, и уже после этого решения он напишет какое-то завещание, и, ну, бывают и мошеннические, да, всякие моменты, особенно с пожилыми людьми связанные, и кому-то свое имущество после своей смерти решит передать, то здесь уже в ряде случаев в большинстве почти всегда не нужна эта экспертиза, потому что есть претенциальное решение, в котором написано, что человек неидееспособный. Для чего это все я говорю? Для того, чтобы наши слушатели, которые слушают, собственно говоря, нашу программу, именно посмотрели на эту ситуацию не только тогда, когда наследодатель уже умер, да, и есть уже всплыло какое-то завещание, и встает вопрос о том, можно ли его оспорить. Нельзя. Если да, то по какому основанию? В принципе, существует ли основание недействительности? Но еще и при жизни человека, если действительно этот человек обладает заболеванием психиатрического характера. Абсолютно согласна. Ну, для тех, кто любит все максимально попытаться предусмотреть и собирается составить завещание, дабы, в общем-то, избежать потом между своими наследниками по закону каких-либо возможных конфликтов и судебных процессов, тем более действительно можно предусмотреть то, о чем ты сказала. То есть можно обратиться в ПНД по месту жительства, получить справку, что ты не состоишь там на учете, более того, даже на консультации с районным психиатром. Это самый простой путь. Одно время это, кстати, очень практиковалось по сделкам по недвижимости. Получить справку, что ты понимаешь... И сейчас практикуется. Да, и сейчас... Способен к заключению сделки, вот прямо сегодня. Да, да. То же самое в отношении завещания, что ты понимаешь смысл и значение того, что собираешься совершить, то есть составить завещание, и данную справку на этот же день, посетив нотариус, сохранить в своих документах, дабы облегчить своим родным, в общем-то, и исключить даже максимально подобные судебные процессы. Лена, вот скажи, пожалуйста, ну, недеспособность или, как говорит закон, применить накоспариванию сделки, неспособность понимать значение своих действий руководителями, это одно из оснований. Да, как мы говорим сейчас о завещании, но, по сути, любая сделка, которая заключена и подписана физическим лицом, она может быть на этом основании спорена, если, говоря прямо, психиатрическая экспертиза судебная даст такой ответ, однозначно при этом даст. А вот другие основания, которые, раз уж мы заговорили о завещаниях, какие чаще всего, ну, кратко только. Да, конечно, если кратко, самое распространенное завещание, особенно это было распространено в 90-е годы, в начале 2000-х, это недействительность подписи, то есть, когда оспаривалась подлинность подписи на завещание, принадлежащая... Но как у нотариуса? Мы же не в боевых действиях. Нет, и у нотариуса у меня было много таких дел, когда наследники по закону оспаривали подлинность подписи завещателя на завещание, утверждая, что эта подпись ему не принадлежит. Вот, но, повторюсь, эти дела в основном имели такой массовый характер в 90-е годы. За последнее время только одно такое дело вот в Савеловском суде имело место у меня быть. Но на самом деле могу сказать такую историю, она относится тоже, кстати, к недействительности сделки. В моей практике была достаточно недавно, когда был сделан поддельный паспорт очень высокого качества, в котором паспорт полностью копировал паспорт собственника жилого помещения, но там была другая фотография и другая подпись человека. И все. И, соответственно, с этим паспортом человек пришел к нотариусу, сделал заявление об отсутствии у него супруга, заключил договор, выдал доверенности. Действительно, нотариус установил его личность, проверил дееспособность, выполнил полностью свою функцию. Даже впоследствии, долго не буду рассказывать, но даже впоследствии, когда этот паспорт видел участковый, вот уже все-таки сотрудник полиции, он тоже не смог определить на глаз, что это действительно подделка. Я напомню нашим слушателям, что формула права в эфире. Мы обсуждаем сегодня тему недействительных сделок. Сейчас мы выслушаем новости и вернемся к обсуждению этого вопроса. Итак, мы обсуждаем сегодня тему недействительных сделок. Напомню, что у меня в студии находится Елена Менделеева, адвокат адвокатской конторы номер 13 Московской городской коллегии адвокатов. И мы вот до новостей обсуждали недействительность, но сразу как-то перешли на тему завещаний, собственно говоря. Но вот сейчас, если я правильно понимаю, вообще достаточно сложно оспорить подпись, если это нотариальное некое действие. Мы сейчас говорили о завещании, завещание по общему принципу в большинстве случаев, в 99% это все-таки нотариальная форма, либо приравненная к нотариальной форме. Ну и, соответственно, сделки в данной ситуации уже бывают разные, кстати. Потому что есть сделки, которые действительно требуют удостоверения у нотариуса, а есть масса сделок, которые такого удостоверения не требуют. И сейчас же не требуют, пока этот все вопрос обсуждается и витает в воздухе, но изменения ГК не приняты пока. Вопрос о том, вернуть ли нотариусам обязательное удостоверение имя сделок, связанных с жилой недвижимостью, к примеру. Сейчас, на данный момент, сделку можно написать, я говорю, условно на коленке, распечатать на компьютере, поставить туда подпись, а потом оспаривать ее. Да? Были такие вот в последнее время в практике, Лен, ситуации? Ну, простая письменная форма сделки сейчас действительно очень распространена. Я считаю, что эта форма сделки в основном приемлема только между близкими людьми, которые друг другу доверяют. Как близкие люди остро иногда судятся, в кровь бьются в судах. Часто судятся, но если уж рассматривать такую форму, раз законодатель нам дал право на простую письменную форму, то я считаю, что она приемлема только при исключительно доверительных отношениях. Потому что во всех иных, безусловно, нотариальная форма предпочтительна, потому что нотариус, ну, берем опять-таки в идеале, потому что, я понимаю прекрасно, здесь есть человеческий фактор, и не все одинаково добросовестно выполняют свои обязанности, но нотариус должен отзастовериться не только в том, что эта недвижимость принадлежит продавцу, то есть лицу, отчуждающему данную недвижимость, ну, если говорить, например, о договоре купли-продажи, дарении, ну, в общем, в любом случае принадлежит собственнику, и на каких основаниях нотариус должен удостовериться, что собственность не имеет ограничений по распоряжению, и, конечно же, разъяснить сторонам правовые последствия сделки. То есть подойти неформально, только удостоверившись в личности участников сделки, но и обязательно разъяснить правовые последствия. И я думаю, что если бы так было всегда, возможно бы не возникало потом масса вопросов, в частности и по договорам дарения, и по договорам купли-продажи. Ну, я думаю, всем нам прекрасно известно, что во всех договорах купли-продажи, в общем-то, граждане, дабы избежать излишнего налогового времени, ставят, или, если не прошло три года с момента собственности недвижимости, нахождения недвижимости в собственности собственника трех лет, ставят цену до миллиона рублей, поскольку это дает определенную льготу. Так вот потом, если эта сделка оспаривается в судебном порядке и по каким-то причинам признается судом недействительной, то сторона получает обратно квартиру продавца, а сторона покупателя в этом случае может претендовать только на ту денежную сумму, которая указана непосредственно в договоре, а не на ту, которая, в общем-то, скорее всего, гораздо большую сумму. Все мы, кто живет в Москве, прекрасно понимаем, что квартир стоимостью до миллиона рублей у нас на рынке найти невозможно, и, естественно, получают только деньги, которые указаны в договоре. На самом деле, этот вопрос отдельного внимания, на мой взгляд, требует Лен, потому что сама по себе проблема существует, и она достаточно весомая, не всегда у людей имеется возможность ждать три года, прежде чем перепродать какую-то недвижимость. И мы помним, что если прошло более трех лет собственности, то налогов фактически не будет, есть освобождение в этой части, а если менее три года, то придется заплатить 13% вот сумму свыше, которую ты говорила. Но есть обратная палка о двух концах, то есть в такой ситуации продавать, наверное, менее страшно, чем покупать. Но есть еще второй момент. Очень часто параллельно, то есть у нас есть договор на миллион, есть имущество и договор на этот условный миллион, к примеру, да, или там два миллиона, неважно, параллельно составляется некий другой договор, который, допустим, на куплю-продажу мебели, который внутри находится, неотделимых улучшений, чего-то еще. И параллельно с этой мебелью, неотделимыми улучшениями, еще идет у нас, соответственно, расписка уже по тому договору. То есть квартиру мы купили за миллион, а, соответственно, 20 миллионов можем отдать за мебель и улучшение. Если будут какие-либо основания для расторжения этого договора, иногда это может быть хорошо, потому что могут быть расторгнуты параллельно эти два договора. А иногда может произойти такая ситуация, когда будет расторгнут только один договор, вот тот самый параллельный договор, по которому идет зачастую самые массивные суммы, самые большие. Если мы не говорим о каких-то критических нарушениях, например. И вот здесь может быть большая проблема, потому что в итоге можно эту квартиру продать действительно за миллионы и остаться должным остальные суммы. Да, за сумму до миллиона. Но, во-первых, хочу сказать, что сейчас уже обсуждаются поправки в налоговый кодекс как раз относительно данной льготы до миллиона, поэтому я думаю, что скоро эта сумма станет неактуальной в договорах. А в какую сторону неактуальна? То есть вообще уберут льготы? Уберут льготы, да. Но если это будет принято, я читала только проект изменений в налоговый кодекс именно относительно вот этого льготного срока трех лет и относительно стоимости до миллиона рублей. И та, и другая льготы уже не предусмотрены. Если, естественно, пройдет все чтения, это поправка, эти изменения в налоговый кодекс, то вот эта тема станет неактуальной. На самом деле она останется очень актуальной. В плане налогов. Не только в плане налогов. Почему же? Если сейчас, если останется налог, но он будет действовать сначала и неважно, сколько у тебя лет в собственности, жилье, то в этой ситуации в каком положении мы окажемся. Это будет означать, что нам, с одной стороны, нужно будет принести в налоговую затрату, которую мы на приобретение этого имущества принесли, а с разницей должны будем платить налоги всегда. Соответственно, если мы купили квартиру 10 лет назад, и она стоила, допустим, я говорю условно какие-то там 5 рублей, я совсем условные деньги беру, а через 10 лет мы продали эту квартиру, она стоит у нас уже 50 рублей. Допустим. Да, но мы прекрасно знаем, что у нас происходит там с ценами. Опять же, сумма условная. Но сейчас, 10 лет прошло, и мы с вот этой разницей, 45, не должны платить налог. Если этого положения вообще не будет, то получится, что у нас, вне зависимости от срока нахождения в собственность, будет большой соблазн у продавцов написать в итоге не за 50 миллионов по документам продать, а опять же, за 5 или за 6, чтобы минимальный налог был. И вот это вот может быть большой проблемой. Возможно, но мы сейчас немножко, по-моему, предвосхищаем события, потому что что будет принято, как будет принято и когда будет принято, в общем-то, я думаю, это только покажет время. По поводу того, как избегают вот этих вот налоговых обременений, ну, могу сказать на практике только еще один момент. Очень часто, именно вот для того, чтобы избежать вот этой опасной ситуации в случае расторжения договора или же в случае признания сделки недействительной в судебном порядке, чтобы продавец, получив квартиру, не оказался обязан отдать какую-то символическую, по сравнению, конечно, со стоимостью квартиры, действительной рыночной суммы покупателю, очень часто в договор добавляют пункт об обязательствах продавца в случае судебного расторжения договора или признания его недействительным приобрести на имя покупателя аналогичное жилье, аналогичных потребительских свойств в таком-то районе, то есть как-то этот момент пытаются подстраховать. Лен, ну вот смотри, признали в сторону недееспособны, я так условно, чтобы всем понятно было, реально это в законе звучит, не осознавал своих действий, не руководил ими, но тем не менее, в момент заключения этого договора, весь договор недействительный, хоть напиши, что он луну с неба должен достать, если договор признается недействительным, эта строчка будет недействительная. То есть реально нужно понимать, я очень много раз видела в договорах, особенно это любят писать риэлторы, вот по моей личной практике, они пишут, они показывают, как они работают, и действительно, когда ты это читаешь, понимаешь, что вроде как твои права-то защищены, а на самом деле, вот откровенно говоря, на мой взгляд и по моей практике права не защищены вообще, потому что если есть основания признания сделки недействительной, то будет все, то, что мы включили в эту сделку, оно будет недействительным. Абсолютно с тобой согласна, и поэтому говорю об этом только как о моменте, который наши граждане часто и совершенно с тобой согласны, опять-таки по подсказке риэлторов, используют, считая, что этим они как-то себя защищают. Выглядит так красиво, если так читать, не юридическим глазом, скажем так. Ну, это эффект плацеды, то есть думают, что это подстраховка, я себя застраховал максимально, хотя я с тобой согласна, совершенно справедливо, если особенно по такому основанию, как недееспособность лица, совершившего сделку, договор признается недействительным, то все его пункты совершенно несостоятельны. А вот были какие-то ситуации, связанные со спором именно об обязании страны приобрести аналогичную квартиру какие-то у тебя в практике с любой стороны? Потому что я могу честно сказать, что я даже не беру такие дела, потому что я не вижу позиций в неправовой. Нет, совершенно с тобой согласна. Я также дела без правовой позиции никогда не беру, поэтому у меня таких дел не было, поскольку я прекрасно вижу бесперспективность этого. Потому что даже если... Мнимая защита. Абсолютно. Мнимая защита, да. Я думаю, что нашим слушателям в любом случае это полезно будет знать, потому что если вы находите состояние, когда продаете или покупаете недвижимость, вам в договоре предлагают такую строчку. Это ваше дело, в каком варианте этот договор подписывать, как вы сопровождаете сделку и как вы принимаете свои решения. Но просто нужно помнить, что сама по себе эта строчка, она выглядит красиво, она создает ощущение, что ваши права вроде бы как защищены даже на тот случай, если сделка будет признана недействительной. Но в реале, вот ни у меня, ни у коллеги такой практики нет, и я даже не читала, и свою правовую позицию мы озвучили, что, к сожалению, эта строчка ваше право никак не защитит. Лена, а вот скажи, пожалуйста, ну вот мы обсудили вопросы, связанные с завещанием. И, кстати, нашим слушателям напомню, что завещание может быть оспорено по основаниям недействительности сделки. Это прямо указано в законе. Там не только недееспособность, хотя мы сегодня много об этом говорили. Вот остальные какие, не только у завещания, но и, естественно, сделок, какие часто попадаются. Основания. Я вот могу сказать о тех основаниях, которые, например, меня именно с правовой точки зрения более всего волнуют, потому что имеется совершенно разная практика применения данных статей. чтобы было понятнее нашим радиослушателям. Кратенько, потому что у нас совсем чуть-чуть времени до новостей. О чем? Это о распоряжении совместно нажатом в период брака имуществом одним из супругов после расторжения брака без его раздела в судебном порядке. То есть там же тоже огромное количество ситуаций, когда один супруг распорядился, второй не знал, не согласен и так далее. Пытается оспорить. Соответственно, суды принимают свое решение и решения в одинаковых ситуациях у нас совершенно разные. Совершенно разные. Я напомню нашим слушателям в эфире «Формула права». Мы обсуждаем сегодня тему недействительность сделок. В гостях у меня Елена Менделеева и мы вернемся к этому вопросу после выпуска новостей. Итак, «Формула права» в эфире. Напоминаю, что обсуждаем мы сегодня недействительность сделок. И до новостей мы с Еленой Менделеевой, адвокатом адвокатской конторы номер 13 Московской городской коллегии адвокатов. Мы сегодня вместе обсуждаем этот вопрос. Мы затронули тему, я думаю, которая тоже многим нашим слушателям может быть интересна. Это тема, когда один из супругов распоряжается совместным имуществом, при этом либо в противоречии с мнением другого супруга, либо вообще не ставив его в известность. Лен, ты говоришь, что разная практика. Я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, но давай нашим слушателям это пояснимай. Единственное, я хотела бы заметить бывших супругов. Потому что, если вдруг это происходит в браке, то эта ситуация решается очень просто. Здесь статья 35 Семейного кодекса, она толкуется совершенно однозначно. Если речь идет о недвижимом имуществе, безусловно, должно быть нотариальное согласие второго супруга. А любой сделки, я немножко подкорректирую, которые требуют нотариального удостоверения, это, кстати, доли ВОО, допустим, сейчас то же самое. Безусловно. Либо регистрация. Акционерное общество, да, совершенно согласна. Эта ситуация решается тогда просто, если люди еще не расторгли брак. Вот гораздо сложнее ситуация складывается в наших судах, и вот здесь действительно практика диаметрально противоположна, в частности, между судами города Москвы и судами Московской области, когда супруги брак уже расторгли. То есть брак расторгнут, имущество не разделено ни в судебном порядке, ни в добровольном порядке, и один из супругов, воспользовавшись, ну, разные бывают ситуации, бывают ситуации, когда проводят мнимую сделку, то есть сделку, которая не влечет на собой... Чтобы вывести просто имущество. Да, вывести из состава совместно нажитого имущества, поскольку, напомню нашим радиослушателям, в силу 34-й статьи Семейного кодекса все имущество, которое стороны нажили в период брака супруги, независимо от того, кто работал, кто не работал, кто сколько зарабатывал, является совместно нажитым имуществом, и в силу 34-й статьи должно быть разделено в равных долях между ними при расторжении брака. Но если этого сделано не было, и один из супругов распорядился в полном объеме таким имуществом, то здесь, конечно, вот наступают совершенно разные применения одних и тех же норм права между, в частности, как я уже сказала, судами Москвы и Московской области. И может даже сложиться такая ситуация, что одна и та же бывшая супружеская пара, решая, например, такой спор по, ну, предположим, дачи и земельному. Да, с одной стороны, у них есть нажитая в период брака квартира в Москве, и с другой стороны, у них есть, например, дом и дачный, там, земельный участок, неважно, в Московской области. Так вот, практика применения здесь статьи 35-й относительно имущества уже бывших супругов совершенно различна. Если в судах Московской области перспектива вернуть, скажем так, обзеленному бывшему супругу, имуществом которого распорядились вот его доли, вопреки его воле... Применить последствия недействительности сделки. Да, да. Вот для наших слушателей. Да, чтобы было понятнее последствия. Как бы развязать клубок из сделок. Я сейчас так образно говорю, чтобы нашим слушателям проще было понять. И в конце концов, обратно в общую собственность это имущество получить. А дальше уже там другими способами его делить. Вот Московская область, насколько я знаю, Московская область стоит на том, что, да, возвращают именно имущество. Причем речь идет именно о половине имущества. То есть здесь не то... Дело не в том, что доля может быть там незначительна. Именно половина имущества. Здесь, как правило, всегда возвращают половину. То есть у бывшего супруга, вопреки воле и желанию, а порой и даже вообще, то есть человек не был поставлен ни в какой известности совершенно случайно узнает, что, например, тот же дом и земельный участок уже не принадлежат бывшим супругам, а принадлежит третьему лицу совершенно постороннему. Шансы вернуть обратно половину своего дома и участка очень велики. То в Москве ситуация, увы, совершенно иная. Там бывший супруг, увы, вот как мы с тобой говорили в примере про квартиру, московскую квартиру, скорее всего, я бы даже сказала, не скорее всего, а получит только денежную компенсацию, а не половину своей квартиры. Причем, хочу сразу сказать нашим радиослушателям, эта денежная компенсация может быть достаточно далека от среднерыночной половины стоимости, вот такой вот выведенный из состава совместно нажитого имущества квартиры. То есть из этого сейчас сделаем вывод следующий, потому что, с одной стороны, мы даем сейчас нашим слушателям некий ход мысли, если они хотят какие-то действия совершить. То есть они понимают, каким образом, по крайней мере, на сегодняшний день, даже если будет судебный процесс, это дело, возможно, будет рассмотрено. Мы для наших слушателей напомним, что мы не можем сказать точно, как разрешит судья дело, которое еще даже в суде отсутствует. Естественно, этого никто никогда заранее предугадать не может. Судья выносит решение уже после того, как дело заслушает. Но практика такова, вот как сейчас Елена озвучила, но мы, по крайней мере, можем какие-то шансы пытаться просчитать. Но здесь и с другой стороны, со стороны другого супруга хотелось бы мне такой нашим слушателям дать, может быть, советы или, по крайней мере, информацию. То есть если имеется какое-то имущество совместно нажито, и вы расторгаете брак, не нужно затягиваться решением вопроса о судьбе этого имущества. Я сейчас скажу еще вторую ситуацию, которая нередко возникает. Иногда стороны в суде имущество поделили, вынес суд решение, каким-то образом признал, разделил, признал за одним, за другим определенные права. И после этого страна, на которой имущество не было зарегистрировано, я сейчас говорю о недвижимом имуществе, но по решению суда оно признано право за этой страной, не идет в регистрационную палату, Росреестр, который сейчас называется, и не регистрирует свое право. И тем самым, иногда бывает годами, то есть люди по 10 лет могут не идти и не регистрировать право. Вроде как суд признал, и зачем нам сегодня продавать не надо. Но вопрос заключается в чем? У нас именно регистрационная палата, я называю так, Барик палата быстрее, говорит, Росреестр, естественно, управление. Росреестра занимаются регистрацией прав по сделкам с недвижимостью и регистрацией перехода прав. И вот в этой ситуации, когда супруг, который по идее уже не обладает этим правом, потому что суд признал это право за другим бывшим супругом, но тем не менее регистрация права на нем он может совершить сделку. И точно так же он может пойти в нотариальную контору, если у него в паспорте не стоит штамп, он может сделать заявление, на данном этапе пока это возможно, о том, что у него нет брака, он не состоит в браке. И это заявление будет, ну в принципе это и правильно, потому что брак уже расторгнут. Это заявление будет в Росреестр направлено вместе с комплектом документов для сделки. Сделка произойдет, и потом нужно будет, как мы юристы выражаемся, догонять это имущество с разной долей успеха. Так, нашим слушателям хочется сказать, что если все-таки у вас в браке нажито определенное имущество, это имущество тем более, к примеру, не на вашу фамилию, да, зарегистрировано, то лучше эти вопросы мало того, что решать сразу, вот вы расторгаете брак, в судебном ли порядке, или в порядке ЗАГСа без суда, но тем не менее сразу решать вопросы. Либо добровольно, я вообще сторонник всегда добровольно, либо соглашение разделе совместно нажитое имущество, либо в судебном, опять же, порядке, но в любом случае решить этот вопрос. Получить либо соглашение, либо получить решение суда, либо определение утверждения мирового соглашения, и тут же переход прав на себя зарегистрирует. Только это может дать вам возможность впоследствии не лишиться этого имущества и уже после разбираться с тем, о чем мы сейчас говорим, да, как можно или нельзя в одном суде или области практика по такому пути идет, в другом суде или области практика по другому. А я, кстати, хочу напомнить, что практика сегодня такая, завтра другая. Это очень часто бывает. Я сейчас вспоминаю несколько моментов, связанные один из них с возможностью утраты права пользования и признания утратившим, когда нельзя было в неприватизированных квартирах, а потом вот вдруг стало можно. Определенная критическая масса набралась, такие решения появились, в том числе Верховного суда. И второе, это уже более свежее, хотя уже больше полугода прошло, это по поводу закона о защите прав потребителей, когда штраф сначала взыскился в доход государства, 50%, если нарушены права, суд это установил, 50% отзысканной суммы. Закон не менялся, но вышло новое постановление пленов, в котором написано, 50% из СУ, то есть самому потребителю должно быть выплачено. И вот здесь тоже краеугольный камень, потому что практика меняется у нас. В любом случае, в каком русле двигаются разрешения той или иной категории споров, действительно могут быть изменены. Мы говорим о том, что есть на сегодняшний день, естественно. Но все-таки для наших слушателей, вот, Лен, думаю, ты присоединишься, совет, если у вас есть спор по имуществу или даже нет спора, все равно произведите раздел и зарегистрируйте сразу на себя. Да, поддерживаю полностью. Если уж так сложилось, что в период брака вы приобрели недвижимость и оформили сразу не на вас двоих, то есть не в долевую собственность, там равнодолевую, или, может быть, по каким-то причинам отошли от равенства долей, и вы не являетесь собственником по документам, то есть титульным собственником, то в этом случае, конечно, не затягивайте процесс решения этого вопроса, или же в период брака заключите брачный договор, где пропишите, как будет складываться судьба вашего совместно приобретенного имущества в период брака в случае его прекращения. Ну, кстати, по поводу брачного договора. Мы сегодня обсуждаем не действительно сделка, я хочу напомнить, что брачный договор, между прочим, тоже является сделкой. И более того, тут есть большое-большое, мы затронули тему семейных отношений, имущественных вопросов в брачном договоре, потому что, с одной стороны, у нас ввели этот институт в наше семейное законодательство, и вроде как хотели показать, что это хорошо, но на самом деле уверенности людям этот брачный договор в том, как будет распределено имущество, к сожалению, не дает этот институт, потому что брачный договор, как и любая сделка, может быть признан недействительным по всем тем основаниям, которые для всех сделок установлены. Часть из них мы наиболее распространенно сегодня обсуждали, и будем обсуждать это так называемая недееспособность, потому что в данной ситуации юридически правильно говорить неспособность понимать значение своих действий и руководить ими в момент совершения и заключения данного брачного договора. Есть еще масса других о спаривании подписи, вопрос вообще о том, был ли заключен такой договор, есть договор под влиянием заблуждения, мнимые, притворные сделки, обман, может быть коснемся этих вопросов, хотя они реже встречаются и очень сложно доказываются, кстати. Очень сложно. Но самое-то главное, что к брачному договору специально семейным законодательствам есть еще один момент, еще основания для признания его недействительным. И вот это основание не прописано никак. Как суд повернет, как суд оценит, как вы сможете суду доказать свою позицию, такое решение и состоится. Тут, в общем, возможны варианты, как мы говорим. Это то, что сейчас вот Лена сказала, кабальность это тот случай, когда договор существенно, по сути, ущемляет имущественные права одной стороны. А в какой ситуации считать существенно, а в какой не считать? А два это много, а три это много. Да, вот как здесь поступают? Были такие дела в практике, Лена? Да, такие дела были и достаточно много. И, кстати, оспаривание брачного договора, вот, по крайней мере, в моей практике, всегда шло именно по основанию кабальности, хотя действительно на брачный договор, как на любую другую сделку, распространяются все статьи относительно оспаривания данных сделок. Но основное в моей практике было действительно кабальность. Абсолютно оценочная категория, которая совершенно с тобой согласна, никак в законе не прописана и решается судом, исходя из внутреннего убеждения. Ну, то есть, допустим, в браке путем заключения брачного договора мне пришло имущество на рубль, моему супругу на два, ну, в случае прекращения брака. Рубль и два. Вот это существенная разница или нет? Опять-таки, какой судья как посмотрит? У меня было в практике дело гораздо более, наверное, вот с точки зрения оценочной ситуации, простое, чем, как ты говоришь, рубль и два, когда все имущество, которое было приобретено супругами в период их недолгого брака, оказалось зарегистрированным на имя мужа. И, естественно, мы оспаривали этот брачный договор, и, конечно, суд признал, что данная сделка была кабальна. Но тут мы сравниваем не один и два, а, допустим, сто и ноль. Да, когда ничего. Да, ничего. А вот спорные моменты, когда существенно, а что такое существенно? Это равносильно тому, Анастасия, как вот решается вопрос по поводу недвижимого имущества, да, то есть, если мы в период брака сделали большие вложения, например, в дом или в квартиру, и она существенно увеличила стоимость по сравнению с тем, что было, когда она являлась добрачным имуществом одного из супругов. Вот почему я говорю, это опять оценочная категория. На практике, как правило, в два раза. Я сейчас перебью тебя, потому что мы обязательно должны выслушать выпуск новостей и после новостей мы обязательно вернемся и будем обсуждать недействительность сделок. Итак, формула права в эфире. Тема сегодня недействительность сделок. Эту тему мы обсуждаем с Еленой Менделеевой, адвокатом адвокатской конторы номер 13, Московской городской коллегии адвокатов. Вот до новостей мы как раз говорили, по сути, о понятиях русского языка, потому что иначе мы никак применить закон не можем. Конкретное слово существенно, да, а что является существенным? Если одному из супругов по брачному договору существенно больше имущества, или права другого имущества существенно нарушены, или вот тот пример, который ты привела в отношении других, скажем так, ситуаций, где все равно вот это слово существенно. Существенные ли вложения были в имущество одного из супругов в период брака проведены, и стало ли оно при этом общим имуществом? Вот как оценивается? Ты говоришь, что по практике, опять же по практике, теоретически вот это вот плюс-минус в два раза, если у одного превышает, чем другого. Но это опять-таки оценочное. Но это как решит суд. Конечно, это все настолько оценочные категории, причем хочу напомнить нашим слушателям, что у нас в российском праве нет понятия прецедентного права. То есть, говоря о судебной практике, мы можем на нее ссылаться только как на существующую практику, но она для наших судов, даже существующая практика, не имеет никакого решающего значения. То есть в одном деле, допустим, один из сто сравнили и выяснили, что это существенно. Я всегда утрирую, чтобы было понятнее. И тут же аналогичное дело, такое же соотношение, одному рубль, другому сто, но теоретически суд может сказать несущественно. По каким-то иным, может быть, мотивам, может там кроме стоимости есть еще что-то заслуживающее. Уважение, да? Это уже так или иначе. Но в конце концов, в любом случае, судья решает в данной ситуации, что есть существенно, что нет. Да, точно, да, решает по своему усмотрению. Вот это очень важный момент для наших слушателей. Почему? Потому что, с одной стороны, институт брачного договора мне лично, например, в принципе, очень импонирует, как юристу. Потому что, если решать вопросы имущественные, в том числе на будущее, на то имущество, которое сегодня еще не приобретено, а может быть будет приобретено в будущем, мы тоже можем прописать в брачном договоре судьбу этого имущества. И как мы будем его распределять? Хотя мы еще его не купили. И, может быть, и не купим никогда. Но это возможно. И сама по себе идея очень хороша. Но данный брачный договор можно оспорить по дополнительному основанию. И это дополнительное основание вам ни один юрист, в принципе, не даст рецепта, как избежать возможного решения и успешного оспаривания признания недействительным этого брачного договора. Ну, очень распространенно прописывают как раз то имущество, которое в будущем, на чье имя стороны зарегистрировали это имущество. Тому в случае расторжения брака она и будет принадлежать. Я сталкивалась с тем, что суды как раз вот этот договор брачный с таким условием толкуют именно в пользу непризнания его недействительным по мотиву кабальности, потому что позволяют сторонам в будущем решать судьбу уже с тем имуществом, которое появляется по ходу, скажем так, жизни совместно или по ходу процесса. И изначально этот договор не нарушает так сильно и значительно, существенно прав. Но, опять же, мы сталкиваемся с тем, что все равно это оценочное понятие, и суд применит его так, как сочтет необходимым, а мы заранее не можем сказать, как он это сделает. Да, но я, например, лично не очень люблю вот такие общие формулировки в брачных договорах, да и в договорах вообще, но поскольку мы говорим о брачных, то сейчас о брачных. Да, это очень распространенная фраза. Как правило, ее пишут во всех типовых договорах все нотариусы, потому что брачный договор, говорим о нотариусах, потому что брачный договор у нас подлежит обязательному нотариальному удостоверению. На чье имя приобретено, тому и будет принадлежать в случае прекращения брака. Я не большой сторонник таких формулировок. Я считаю, что лучше составить еще один брачный договор, когда у вас будет нажито значительное какая-то масса имущества, где все-таки расписать конкретно кому, что будет отходить, если вдруг, увы, брак распадет. Лен, ну тогда можно не мучиться с брачным договором и с дополнительным основанием его оспаривания. А можно просто, напомню нашим слушателям, что разделить имущество совместно нажито, можно и в браке. Безусловно. Соответственно, если мы не говорим о том, что мы составляем брачный договор на будущее, предусматривая какие-то вещи на будущее, а говорим о том, что мы делим только то, что есть сегодня, вот как раз здесь, мне кажется, идеальная структура именно соглашения разделить совместно нажитое имущество, которое можно поделить и в браке, не расторгая, не прекращая брак. Просто ситуация какая бывает. Вот мы сейчас обсуждаем, как юристы, а люди-то заключают эти бумаги в процессе их жизни. И иногда бывают очень сложные отношения, даже в семье, когда не расторгается брак, но решаются вопросы так или иначе с имуществом. И не всегда люди могут заключить договор какой-то, который бы мы, юристы, посоветовали, скажем так. Согласна, не всегда могут договориться. Единственное, что, Анастасия, здесь есть психологический момент, надо еще делать некоторую скидку на наш менталитет. У нас и институт брачного договора достаточно, в общем-то, сложно как-то внудряется. Откровенно говоря, не развит. Да, сложно. А если уж говорить о том, что люди в браке, законодатель это действительно позволяет, люди в браке, не собираясь его прекращать, не собираясь разводиться, заключают соглашение о разделе совместно нажитого имущества, но у нас это как-то сложно, вот не в нашем этом менталитете. Такие вещи, как правило, делают тогда, когда уже, ну, развод, скажем так, задуман. Ну, это мы так думаем. И более того, если один супруг приходит к другому и говорит, слушай, давай вот как-то составим такое соглашение. Это сразу настораживает. Значит, уже надо думать, а вдруг он задумал. То есть у нас еще культуры вот такой нет. Нет. Для того, чтобы избежать последующих споров, вот я тоже нашим слушателям хочу сказать, что очень часто, когда речь идет уже о расторжении брака, очевидно, что между сторонами в любом случае есть конфликт. И хорошо, когда люди готовы его миром как-то решать, и готовы отбросить в какой-то ситуации личные эмоции и разрешить так спор, в том числе с имуществом, чтобы всем было более комфортно потом жить с этим имуществом. На мой взгляд, нет ничего хуже, чем двум людям, которые в общем в какой-то период в конфликте находятся, в долях владеть одним и тем же имуществом. По сути, получается, что ни то, ни другое, ни у кого нет. Если есть возможность как-то переформировать это имущество, чтобы уйти от долей, это всегда хорошо. Но, тем не менее, когда идёт расторжение брака или когда оно уже прошло, мы сталкиваемся с тем, что есть эмоции, которые дополнительные, которые обязательно накладывают свой отпечаток и на решение вопросов, связанных, ну, мы сегодня говорим о недействительности телки, поэтому касаемся только имущественных споров. На самом деле, детей это тоже очень касается, очень-очень. Конечно. Но даже к имущественным спорам. Здесь уже у нас очень часто есть та эмоциональная нотка, которой не всегда удаётся даже перешагнуть представителям. Потому что иногда люди упираются на пустом месте, говорят, нет, пусть мне будет плохо, но и ему будет, или ей будет тоже плохо. Вот я не смогу пользоваться, и он или она не сможет пользоваться. Поэтому, с другой стороны, как раз лучше, когда нету вот этой эмоции, дополнительной, конфликтной эмоции, разрешить вопрос с имуществом в более спокойной манере. Мне кажется, что мы к этому только идём, но, может быть, и наша программа поможет нашим слушателям частично, потому что мы все прекрасно понимаем, что оспорить в общем и целом можно любое соглашение. В общем, соглашение о разделе совместно нашего имущества тоже можно в какой-то ситуации оспорить. Просто я хочу сразу нашим слушателям сказать, что не нужно бояться слова «оспорить». Очень часто приходится вопрос «Скажите, а вот этот договор можно оспорить? А вот это завещание можно оспорить?» Подать иск в суд и попробовать это сделать? Можно. В отношении любого договора, любого соглашения, даже если оно кристально юридически правильное. Но попытка не пытка и лишить человека возможности обратиться в суд не может никто. Поэтому застраховаться также на 100% от того, что кто-то, с кем вы заключили любого вида сделку, договор, попробует это сделать, а по наследству, соответственно, завещание, мы не можем. Вопрос только в том, что мы должны максимально, когда заключаем любую сделку, максимально предусмотреть те моменты и те возможности перекрыть людям, которые в будущем возможно захотят попытаться оспорить эту сделку. Конечно. Оспорить можно любую сделку. Я постоянно говорю об этом своим доверителям. И здесь согласна с тобой, не надо этого бояться. Такую возможность отобрать у истца мы не можем. А вот юридические перспективы рассмотрения данного спора, это уже совершенно другое дело. И здесь, конечно, надо со своей стороны стараться и лучше всегда проконсультироваться до возникновения ситуации, а не уже постфактум, как у нас, в общем-то, как правило, распространено, и заключить какой-то договор, тот же брачный договор, или договор о, раз уж мы сейчас говорим именно о совместно нажитом имуществе, мы спорами между бывшими супругами, или соглашение о разделе совместно нажитого имущества, заключить его максимально кристально с правовой точки зрения, чтобы если вдруг даже спор окажется в суде, шансы были минимальны на выигрыш. А я вот столкнулась с такой, не точкой зрения, даже ситуацией, сталкивалась с ней очень много раз. Когда обращаются с вопросом составления, ну, у меня были ситуации не с брачным договором, а именно с соглашением о разделе совместно нажитого имущества. И это касается истории, когда у семьи или бывшей семьи так или иначе очень много имущества, и у них очень сложные договоренности между собой. Мало того, что очень часто у них сегодня эти договоренности есть, завтра уже нет, потому что может присутствовать та самая эмоция, о которой мы говорили. Но даже вот если отбросить это, все равно сложная, очень сложная договоренность. Не просто перечень имущества и пополам, по долям разделили, а это может быть там переоформление долей, одно имущество сюда, другое сюда, третье вообще ребенку договорились. Очень-очень сложно. И вот в конце концов приходят они к какому-то миру, юрист, адвокат оформляет этот мир на бумаге в виде соответствующего соглашения, после нужно идти, особенно с брачным договором, а когда крупные, я тоже всегда советую все-таки идти к нотариусу. И вот если люди приходят к нотариусу, а нотариус, я не про всех и не называю конкретно естественной фамилии, но сталкиваюсь очень часто, поэтому не могу об этом искать. А нотариус говорит, что я не могу по такой форме заключить, вот надо по нашей форме, а там, когда 20, 30, 40 пунктов по имуществу и различные сложнейшие договоренности, которых еще достигнуть, тоже был целый процесс, тут уже по новой форме можно вообще ничего не заключить. Не договориться, да. И вот здесь вот тоже у меня, например, в практике неоднозначно возникала ситуация, при которой не каждый нотариус берет на удостоверение договор, потому что, ну, это сложный вопрос, это действительно нужно, этот договор, это соглашение, очень тщательно изучить, чтобы посмотреть, что он не нарушает права третьих лиц, к примеру, не нарушает закон и так далее. И вот здесь вот тоже можно столкнуться с определенными вопросами. Хотя справедливости ради, и чтобы быть более правильным с точки зрения закона, напомню, что брачный договор обязательно нужно идти к нотариусу, а вот с соглашением раздела совместного нажитого имущества не обязательно. Его можно заключить в простой письменной форме на данном этапе, ну, вот на сегодняшний день. Но здесь, как и во всех случаях заключение договора в простой письменной форме, я очень советую нашим слушателям, если они с таким вопросом столкнутся, обязательно не просто подпись ставить, да, вот там подпись, поставил какой-то вензель, и все, а уже тогда все-таки с расшифровкой полностью, с фамилией, как у нотариуса, именем, отчеством, если уж люди пришли к тому, что они хотят сделать в простой письменной форме, хотя бы чтобы в случае оспаривания этого договора по причине оспаривания подписи именно, у экспертов была возможность и больше материала для того, чтобы следовать и дать свое заключение, чья же это подпись на договоре. Согласна с тобой, более того, со своей стороны могу посоветовать, что если уже вы избираете форму, именно простую письменную форму, как мы сокращенно говорим, ППФ, для удостоверения своих соглашений, в частности, вот то, о чем сейчас ты говорила, Анастасия, о разделе совместно нажитого имущества, то уже тогда лучше даже ставить подпись не на последнем листе, как вы ставите у нотариуса, а ставьте свои подписи, причем подписи именно фамилиями отчества в конце каждого листа. Лен, спасибо огромное, потому что у нас уже время катастрофически заканчивается, каждый эфир, я понимаю, что времени мало, потому что тему все равно до конца раскрыть не успели. Напомню, что в эфире была формула права. С вами была я, Анастасия Брачева, гость программы Елена Менделеева. Спасибо.